Ну, кстати, на самом деле, уже давно не записывался на ютубе. И надо было, кстати, такому случиться, что я развалил Аякс ровно за сезон до того, как Аякс стал знаменитым. Ну, ты же знаешь, каким лохом надо быть, чтобы развалить команду. Но, на самом деле, не так обидно, если бы они, может быть, вообще не стали быть чемпионами. Но, тем не менее, такая вот у меня грусть. Ну, хотя бы и сборная Голландия начала набирать, но мы-то вообще чемпионами мира стали. Кстати, к слову, ко мне сегодня придет форвард той самой сборной Голландии Виктор Блатов. Сегодня много раз каждый интерес, он там и с Бейлом, и с Марселой, и с Иска общался. С кем только не общался. Приветствую, друзья, в этот весенний день после майских праздников сегодня ко мне в гости на фейл-шоу пришел Виктор Блатов. Меня зовут Никита Гиль. Это передача о том, какие люди играют в нашей лиге, и, соответственно, что происходит в нашей лиге за те выпуски, которые мы будем, соответственно, обсуждать. Как правило, мы будем делать фокус на Евролигах, но в этой передаче мы поговорим непосредственно о нашем госте. Витя, я тебя благодарю за то, что ты приехал в своем плотном графике. Всегда рад пройти приглашение. Ну, в сборную, конечно, да? Ты так же говорил. Ну, тем более, что ты сейчас популярен, среди школьников, надо записывать видосики. С утра проснулся, записал, стал. Да-да-да. Понятно, ладно. Ну, кроме шуток, Виктор Блатов, так, если ничего не пускай, игрок по СВИ сборной Голландии? Нападающий МГУ? Игрок Танглик России? Да. Форвард Амкала. Чего забыл? Да вроде все. Слушай, а вообще, как ты к этому пришел? Как ты пришел к своему непосредственно футбольному, уже, можно сказать, настоящему? С чего ты начинал? Где играл? Именно с того, что... Именно как вот в футбол пришел, да. Когда маленький был. Ну, не знаю, может, это как Бенджамин Баттон, раньше был старый. Нет, когда маленький был. Ну, папу привел, что. Папу привел? Я тоже хотел играть, но я еще тогда, я думаю, не осознавал этого, особо в 5-6 лет. А футболистом хотел стать? Да. Ну, что именно не получилось? Данные-то у тебя есть, в принципе? Да, я думаю, как-то все совпало, и окончание спортшколы совпало, естественно, с началом экзаменов, и... Ну, не то, что выбрал учебу, но... А какой спортшколы заканчивал? Росич. Росич. И мама, и папа как бы не то, что надавили, но оказали некое давление на то, чтобы я выбрал все-таки учебу, а не футбол. Затабрали карманные деньги? Ну... Плюс-минус, да. Кто из тех, с кем ты играл, заиграл? Никого. Никого? Вообще ни одного человека из моего... Да и даже из тех, кого ты знал, да? Да, из тех, кого я знал, именно вот, именно из моего выпуска Росича не заиграл никто. А из тех, кого я знал, Ломовицкий сейчас в спортаке играет. Это... А, Ломовицкий, это, который может 27? Или нет? Или... А, Ломовицкий, это я путаю с Тимофеевым. Да, моего года пацан играет левша на промокле. Все, да, 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 левша. Слушай, вот ты, может быть, футболистом не стал, но вот в любительском формате ты себя все-таки нашел. Я думаю, что, ну, это можно плюс-минус признать. Видишь ли ты формат любительского футбола все-таки, ну, ближе уже именно в России он как вот, как профессионально стал? Да, 100%, да. Какие-то вот, может быть, примеры, то есть того, что вот это все-таки очень похоже на профессиональный футбол. Потому что когда об этом говоришь, ну, там, говоришь, блин, ну, ну, он же как профессиональный. Ну, континентальная футбольная лига, я думаю, вот показатель. Это первое, да. Да, это 100% показатель там. То, что, например, и Чемпионат мира, вот, АФЛ, я думаю, показатель того, именно уровня чемпионатов, уровня организации, уровня съемки и всего остального, что присуще, в общем-то, профессионально футбольным матчем, уровень всего этого показывает, что, скорее всего, и уже АФЛ признали профессиональным видом спорта. Ну, не профессиональный, просто признали как вид спорта. Ну, то есть 6 на 6 именно... Ну, я в курсе за это. Ну, да, разумеется. Да. И я думаю, что с учетом зрелищности всего этого, я думаю, что это скоро выйдет на... с каждого года будет выходить на более высокий и высокий уровень. Хорошо. Ты можешь сравнить, допустим, тренировки профессиональные и тренировки любительские? Да. Ну, примерно, в чем они различаются? Ну, на самом деле, смотря какие тренировки, смотря, где тренируешься. Если тренируешься, как я, например, тренировался там в Росичи, и как я, например, тренируюсь в сборной МГУ, потому что я могу соединить, там, тренер у нас профессиональный митчик. И по уровню ничем не отличается. Если я иду играть в ЛФЛ в сильную команду, то там, скорее всего, тренер-профессионал. Все остальные мои партнеры тоже бывшие профессионалы, либо нынешние профессионалы. И поэтому ничем, никаких отличий нет. Но если я иду с друзьями играть, то отличия, разумеется, есть. Так, ну, чтобы, соответственно, сделать нашу передачу еще такую более неформальную, более спокойную, мы решили сделать рубрику «Раб-вопрос от друга». Вот, я сейчас тебе покажу видео, и, соответственно, все зрители это также увидят. Вопрос от твоего непосредственного товарища и капитана ПСВ. Это видео будет, да. Это видео, да, видео-вопрос. Ты переверни, главное, чтобы там слышать. А зачем он наделал очки такие уродские? Ну, это вот вопрос к Егору Гулевскому, его в ГУС. Егор Гулевский, капитан ПСВ, задает свои вопросы. Все важно. Витя Блазу. Добрый день, я, ваш старый-старый поклонник, хотел бы задать вам несколько вопросов. Первый вопрос такой. Скажите, Виктор, приходилось ли вам играть в футбол в состоянии логольного опьянения? Если да, то расскажите, как вы оцениваете качество ваших выступлений в этих играх? Какие качества ваших выступлений в этих играх? Ну, кстати, ты заметил, как после знакомства со Смоловым все побрякушки, которые мог одеть, все отделы на себя? Он так страшно выглядит. Он и так не красавчик, да? А еще и такие вещи устраивает. Так, первый вопрос был про... Про состояние алкогольного опьянения. Честно, надо, да? Не, ну ты, конечно, скажи, вот тут я вам подсовру. Вот, и, соответственно, про то, что ты расскажешь. В состоянии, прям, самого алкогольного опьянения нет. Но после, после того, как... Я вижу, как ты трогаешь те самые места, по которым прокатываются эти... Да, да, прокатываются еру просто. Капли вот этого адреналина. Но после, типа, жесткой туса, да, играл. Сколько раз? Раза три-четыре, прям, вот, типа, если прям в жесть брать. То есть, типа, я не спал вообще. То есть, я вот сразу, мы играли как раз с Гулей вместе, играли против сборной. Егор постоянно жалуется. Он, когда у меня еще был капитаном Алекса, он говорит, да у нас Блатов пьяный приехал. Че-е-е, это неправда, это неправда. Скорее, он чаще пьяный приезжает, чем я. Я вообще не... Слушайте, у вас средний возраст команды, 21 год. Куда вы так напиваетесь? Куда вы торопитесь? Вы боитесь, что вам водки не достанутся? Да, я не напиваюсь. Не знаю, как он... Кто-то что сказал, 6 раз? Что я три-четыре раза напивался, перед тем, как играть. А что, постоянно напиваюсь, это неправда. Я понял тебя. Это было очень тяжело, очень тяжело, скажу честно. Это было как раз мы против Сеченовки, играли за сборную МГУ вместе с Гулей. Ну, кстати, тогда мы оба были на одной тусовке и забили. 2-0 выиграли, я и он забили. Ну, как ты... И вот в итоге, вот как ты считаешь, что все-таки это лучше? Нет, конечно, лучше не. Ты дышать не можешь, да, в этот момент? Ты первые пять минут выходишь и думаешь... А еще летом, да, хорошо? Как бы умереть бы поскорее. Это вообще отвратительно было, на самом деле. Второй вопрос такой. Виктор, не секрет, что вы учитесь в МГУ и ездили вместе со сборной МГУ в Китай на турнир футбольный. Скажите, Виктор, как представитель интеллектуальной элиты нашей страны, можете ли вы назвать форму управления в Китае и назвать основные должности главных лиц этой страны? Ну, ладно, ты с темы-то про Китай не слезай. Да, с темы про Китай я вообще не знаю. Слушай, давай предположим, ну, то есть давай порассуждаем. Ну, наверняка нас смотрят тоже люди, которые не особо разбираются в китай-ведении. Вот как вот, там партия, да? Там президент, да. Там Хон Зиньпинь какой-нибудь. Вот кто там, председатель? Партийная система, да? С одной партией, однопартийная система. Логично. Ну, вот. Никите поставим за историю, там, три. Три. Витя поставим единицы. И мне единицы верминой можно. За ранее спасибо и свидание. Егор затронул твои поездки, как много этих поездок было именно за сборную? То есть ты из сборной Китая, да? Это именно в Китае было? Кстати, это было именно во время чемпионата мира, когда я тебя первый раз вызывал. Да. Ты еще так совпал, я еще удивился, блин, Витя в Китае ехал. Слушай, есть два блогера в России, которые общаются с футболистами, и потом после этого что-то происходит. Первое, это Евгений Савин, он надевает там тапки, и у людей сразу жизнь лучше становится. Я честно посмотрел твой инстаграм, и назову тебя, наверное, уже ближе блогером, потому что все-таки у тебя есть некоторое стремление встать. Дибала, Бэйл и Иска. Фотку с Лукасом Оуэром ты уже выложил, когда он уже сделал фитрик. Да, трешку с Лукасом Оуэром. Да, да. Все те люди, которым ты фотографировался, они все сбавили нереально. Я еще помню, что ты с Квардада отжимался. Ты скажи, может быть, какие следующие футболисты, к кому ты пойдешь? Чтобы они сбавили? Ну вот да, они сбавили, потому что, ну вот, Бэйл, Иска и... Ты вообще утопил Реал, получается. Да, я... И если кто мог играть в футбол в Реале, это Бэйл и Иска. Ты сфотографировался с ними, и все. Ты одевал их тапки, что вообще произошло? На самом деле, после того, как я сфотографировался с Бэйлом, Исбэйл, наверное, единственный человек, с которым я очень хорошо пообщался. Прям вот, то есть, как с тобой, примерно, я реально минут с ним 25 общался, просто разговаривал. У нас там 5 человек, именно в формате диалога мы общались все вместе. Я видел, ты у тебя на аватарке была? Ты что-то рассказывал ему? Да, я прям втирал на курсе. Блин, мне вот интересно было сейчас, наверное, выведется эта фотка, потому что, ну, не все были на тебе на странице. Что ты рассказывал Бэйлу? Я честно-честно не могу... Ну, примерно, о чем вы разговаривали? Он меня что-то спросил, типа, сколько... Сначала он меня спросил, очень интересный вопрос ему был, сколько тебе лет? Я сказал, мне 20. Он говорит, куда же ты так вымахал-то? Он, при том, что он был там... Это Бэйл сказал? Да, Бэйл сказал, типа, капец ты огромный, грубо говоря. Дальше мы начали разговаривать о том, типа, он про Россию спросил, какие-то там несколько стереотипов совсем смешных, там, как всегда классическая, там, водка была, лайка, медведи и так далее. И вот как раз я ему втирал эту дичь на протяжении минут 5. Слушай, он сидел, он реально слушал тебя, там было видно, что... Я серьезно скажу, диалог был очень-очень интересный, реально. Так вот, когда я сфоткался, после этого он в финале Лиги Чемпионов двушку сунул. Сбавлять он начал потом, видимо, с кем-то еще сфоткался. Ну, слушай, извини меня, но ты его выложил. Иска вопросов нет, иска там спалили с четырьмя лишними килограммами, я слышал эту историю, еще просто мы сфотографировались в реале. Но так, кто еще, Дибала? Ты четыре килограмма как обнаружил у него? Ты на глаз? Я решал в соответствии на спорте. А, ну на спорте, конечно, там только процессы, я понял. А Дибала, не знаю, сбавил, не сбавил, вроде не сбавлялось. Не, а вообще, в принципе, как в общении эти ребята? Вот про Бейл отыскал, Дибала, Иск, про Дибала как-то очень странно. Тяжело, самое тяжело про них говорить, потому что у него бы вообще не разговаривать по-английски. И Иск вообще ни слова по-английски, то есть он только по-испански. И с ним очень тяжело было выстрелить даже нормальное общение, потому что там переводчик еще косячил постоянно. И там говорил, типа, что-то непонятное выдавал, и ты такой стоишь, не понимаешь. И люди, которые говорят только по-английски, грубо говоря, вот там несколько англичан, они тоже стоят, типа, не понимают. В итоге мы сфоткались, что-то там поугарали пару раз, просто пятерки друг другу дали и разошлись. А вообще, как вот ты попал, ну, как ты попал в проект, примерно, историю, наверное, догадливаясь, вы выиграли просто от Англии, подали заявку, выиграли дальше. А дальше, что началось, о чем вас начали возить? Не нас, не нас, не-не-не, смотри, там выбирали лучшего игрока по итогам турниров, выбрали лучшего игрока, отвезли на просмотр на базу Баварии. Как раз первая моя встреча вообще с такими шишками крутыми. И там был у нас человек 40 изо всего мира, пацаны. И из 40 человек отобрали 15, по-моему. И вот из нас был костя какой-то, 6-7 человек, непонятно, куда они взялись, не спрашиваю даже этого, никто не узнает. 6-7 человек плюс нас 15, итого там 22 человека, вот у нас команда отобрали. Не, ну 6-7 человек очевидно, чтобы вы там не летели уж совсем всем. Да. Ну они в порядке? Не все. Ну может это друзья жены, основатели Adidas, я не знаю, мало ли. Ну кстати, вполне возможно, потому что там, типа, любят именно таких людей, которые не особо в порядке, и не особо даже на волне хайпа. Но именно иностранный Adidas. Хорошо. Хорошо, а то есть вообще, как обстояло вот именно вот, ну многие смотрим на этих звезд, там, особенно вот Бейл Иска, они выходят из-под трибунового помещения и заходят. А вот в обычной жизни, ну как-то сложно их представить. То есть, легко ли они идут на контакт, как вас их привели за ручку? Мне вот задавали, например, такой же вопрос в инстаграме, реально на него мне было очень интересно ответить. Я сейчас поле разверну, хочу ответить. Когда мы были в Мадриде, тогда были Марселла и Бейл. Нас отснимали на камеру, Марселла на камеру, ну просто типа заводила, смешной. Как мы его в жизни себе представляем, на всяких видосах, понимаешь, да, там поржать там, поржать здесь. Камера выключилась, операторы типа, все, мы все отсняли, всем спасибо. И мы такие, типа, блин, мужики, пожалуйста, давайте поговорим хотя бы минуту десять. У нас, понимаешь, футбиком жутко интересно поспрашивать. Он же брасилец, Саска. Да, он по-английски разговаривает более-менее, и там можно было понять. Ну, в том плане, что он экстраверт дикий должен быть. Ну, так, так, на самом деле, кажется так, на самом деле. И была проблема в том, что он, короче, сел в телефон и посидел пять минут в телефоне. Бейл с нами разговаривал. Его менеджер такой, типа, Марселла. Он такой, о, да, я сваливаю. Свалил. Приходит Бейл, я не знаю, пять, семь минут, десять минут. Менеджер подходит, Гаррет, типа, погнали. У тебя там дальше, грубо говоря, съемки. Он такой, ща, подожди. Говорит, типа... В этом минуте. Да, в этом минуте я еще побазорюсь с пацанами. Сел бы так же, как ты сейчас, примерно, на креслице, расслабился и начал нам рассказывать то, что нам было очень интересно. Мы спрашивали, ну, и про футбол, и про жизнь. Ну, типа, про жизнь, знаешь, какие-то бытовые моменты, грубо говоря. Сколько яйца варишь, с мяткой или в сухой, да? Больше, что есть, сейчас спросить. Ну, про Криша, наверное, разговаривали. Или нет? Как думаешь, задело бы его эту тему? Нет, я думаю, нет. Это же было лето, когда он уже ушел из Мадрида. Или он уже уходил из Мадрида? Нет, он был в процессе ухода. Он был в процессе ухода. Еще непонятно было. Но вы ехали, догоняли его, потому что вы были, по-моему, сначала в Мадриде, потом в Турине. Или нет? Или наоборот? Догоняли, по сути, но он еще не успел переединить. Я понял тебя. Ну что ж, перейдем теперь к АФЛ. Поговорим о ПСВ. Вообще, ПСВ, когда команда только заявлялась, когда мне Егор написал, я знал, с какой команды он переходил. Это нынешняя Атлетика Рим, где я играю, вот тут все и замкнулось. Я не думал, что ПСВ будет прям ПСВ серьезно. А вы уже играете, получается, третий сезон. Первый титул в прошлом году. Вообще, расскажи, в чем философия команды? В чем, то есть, что вас объединяет? Потому что у вас средний возраст команды 20. На самом деле, такая большая компания друзей. И объединяет нас в том, что ради чего мы ездим. У всех людей, там, то есть все люди со спортшколой. И у всех людей есть и играть в футбол. Объединяет то, что мы хотим приезжать, получать кайф все вместе именно. Потому что вот именно нет ни одной такой команды, ни в какой структуре, кроме ПСВ, где мы можем все вместе взять и поиграть в футбол. То есть, ПСВ – это такая чистая история про играть в футбол. Но титулы вас не интересуют? Я честно скажу, я, по крайней мере, не могу говорить за всю команду. Ну, мне так кажется. За нее должен говорить либо Егор, либо там… Ну, да. Но скажу за себя, меня титул интересует. Ну, ты такой тщеславный парень. Ну, да, соглашусь, ладно. Слушай, ну вот в том году, вот вы взяли турнир, в финале вы обыграли АЗ. Вот, в полуфинале обыграли АЯКС. Вышли, выиграли финал. Что вот этот титул вам дал? Вот именно вот ты ощутил, что вот прорвало? Или вообще нет? Мне? Что лично? Нет, вот команда. Просто команда говорит, что типа, ну нет титул. Нет, ладно. Я скажу опять же за себя. Мне лично дал, во-первых, я нагнул АЯКС. Я скажу так, типа, наконец-то я ждал этого все два года, что я играл там. И каждый раз мне говорили, вот, с АЯКСом выходить надо убиться. Мы вышли сначала там, потом там. И я удовлетворился. Потом я думал, что если мы в финале кубка не выиграем, опять же, не поверишь, но мотивация моей была АЯКС, что потом будет сказано. А потом все равно было сказано. Вот так вот. И мы вышли, и АЗ хлопнули. Ну, АЗ, блин, там по пенальти, мы просто не ожидали. Ты видел чемпионате команды? Да, видел, видел. Они подвезли, конечно. Они подвезли, мы такие, ух ты, нифига себе. Что-то 1-0 повели. Они начали биться, бороться, отыгрались, повели. Мы не ожидали. Но в итоге по пенальти, слава богу, выиграли. А то бы опять начался, ну, о чем мы с тобой уже упомянули. Это факт. Что ж, в принципе, тогда что, просто сидеть, разговаривать. Давай лучше посмотрим некоторые обзоры ПСВ. И как раз два обзора ПСВ. Прежде этим расскажу, как ПСВ попал в Лигу Европы. Расскажи, как это получилось. Потому что вы вели 4-1. Это очень провокационно. Да, к 32-й минуте мы вели 4-1. Команда «Спарта» фиксап. Да. Но, блин, это на самом деле настолько тратительно. Мы сделали результат, по сути, уже. 4-1 вели. А в итоге просто расслабились. Перестали играть в футбол. Даже, ну, как центральная подача, я вообще без мяча был. Я уже просто опустился, типа, искать мяч. Даже выносы перестали доходить. Люди просто полетели в Твариез. И нас всех схавали. Просто откровенно схавали. И вы получили за тайм 5? Да. И люди просто как будто переключились с 4-й передачи, на 6-ю просто. Вся команда переключилась. А мы с 6-й переключились на 1-ю. Ну, вот ты теперь можешь как бы объяснить людям, что испытывала Барселона, что испытывала я? Ну, нет, что именно испытывал я? Они, да, понятно. Не возникали, когда я в жизни объясню. Ну, у меня на тот момент был просто, ну, типа, дико дизмораль. И я думал, вот в Лиге Чемпионов уже хоть побороться там будет интересно со всякими сильными командами. А в итоге мы сейчас в Лиге Европы. Пока сильных команд мы не видели в группе. 5-3-3-2. Ну, блин, там, Реал Мадрид вот этот вот, люди там приехали. Мы 5-1 вели. Поехали. Сейчас, подождите, рукопожателем. Сейчас чуть-чуть подождем. Это твоя любимая часть футбола, что-то? Да, конечно. Не, но здесь, на самом деле, вот именно в игре против Реалов мы их прям возили, прям возили. Ты сказал, что с Реалом вы не испытали никаких проблем? Да, вообще никаких проблем. Потому что люди очень сильно проваливались в обороне. Много позволяли мне, и все я такой же говорю. Вот опять мой гол. О, классно. Двоих обыграл, забил. Симпатичненько. Нет, с Реалом не было никаких проблем. Проблемы были только с Натингемом. Но это я тоже потом расскажу. Да, там Натингема следующая игра. Вообще, на ЦСКА как тебе, комфортно? Нет, мне не нравится. Там по уровню поляна вообще тратить. Там бутс их вышел, и галеки можно оставить. О, Гуля забил. Слушай, все время слышу, что Гуля забивает. Никогда этого не видел. Хороший Гуля, что там забивает? Ну, он же как Дальний, он же как Глушаков-капитан. Не, ну, в смысле, капитан. Я не знаю, на базе тебя. Сейчас, не знаю, включите в это или нет, но это стоит включить, просто жесткий эпик. Выходит чувак у нас один на один, соломин. Катит мимо кипера, от кипера в руку, и мяч катится в створ. А это в обзоре есть? Да, в обзоре есть. И чувак, вылетая, выходит, вынести, ну, просто вау. Никого нет сзади в прессе, просто в шестерку все выкрутилось. Ну, тогда этот гол там точно есть, потому что мы все голы там нарезаем. Да, он там есть. Ну, там уже мой гол был, там, обычный. Слушай, ну, на конкурсе комментаторов ты был бы последним. Да, я тоже так думал. Ты как, ты, ты хочешь рассказывать о футболе, а ты, о футболе? Тут нечего. Тут нечего, отвозили, да, отвозили. Ну, сейчас, сейчас про Нотингем тогда. Давай, давай, я, да я включу. Так, это что такое, начало мочи, я не вижу. А, это нам забивают. Это привод Кипра нашего. Жор, привет. Так, это наш потрясающий гол, на который записан на Гулецкое горы, который он не забивал. Ну, это я как Месси опять кладу. Классика. Гуля, перепишите гол срочно, его не было. Гуля не забивает гол вообще. Там записали гол у нас из Маила, ты его знаешь, кстати, из этого, из... Из Хофенхайма, да. Да, да, да. Ну, там надо, там поменяют люди. А вот здесь тоже прошу поменять гол. Да, я видел, да. Потому что там шедевральный проход. Ну, вы просто играли в этом, в помещении, в помещении все считается наоборот. Да, да. А, ну я так и родом играл. Пожалуйста, ты в регламент открываешь иногда хотя бы. Вот. Ну, хорошо, вот мы посмотрели две игры, какие-то твои комментарии, что пока у вас в Лиге Европы соперников нету? Пока, нет, пока проблем нету, мне обещают Рубин. Ну, в смысле, мне в всей команде говорят, что Рубин очень сильная команда. Ну, по моему мнению, вы, Рубин, кстати, как раз таки должны... Я думаю, что у вас с Реалом будете мучиться, у меня в Реале есть хорошие знакомые. В Реале странное значение мне понравилось тем, что, типа, ну, если что он мог в Реале сделать, то просто мне на хил может вступить. И 20 раз вступить на хил, и... Так вам два забил Слава Евсюкина. Это, кстати, один из раньше хороших нападающих был. Ну, ты просто не знаешь, не разбираешься. Надеюсь, премьер также будет говорить, типа, раньше хорошим нападающим был. Ну, какие твои годы? А еще обязательно будет. Вот. Твои прогнозы на конец сезона по Лиге Европы и по чемпионату? И по чемпионату Голландии? Ну, конечно. Прогнозы, смотри, по итоговому распределению? Ну, что, когда? Как вы распределитесь? Ну, я думаю, что чемпионат Голландии, честно скажу, там, 1-2 мы с Витасом будем делить по итогам. Ахиллес, может быть, подберется, но, как я понимаю, они не привозят на все, на все игры составы. Не везде, да? Да, не везде. Они только на Лигу Европы, а, даже на Лигу Чемпионов сейчас у них хуже. На Лигу Чемпионов они подвозят, и все, на чемпионат они считают, что им не надо. Я думаю, что мы займем первый, Витас второй, но надеюсь, на такой исход. А в группе пока мы точно первый займем, я думаю. В Лиге Европы. Зимой, кстати, Витас не предлагал пойти в Витас. Не звали. А должны были? Ну, не знаю, мало ли, совершенно интересно, трансферы. Да, у них уже там есть нападающие. Базген, да, Амартирасян, да. Так, много интересных вещей происходит на полях АФЛ. И, Вит, ты, я надеюсь, разбираешься в футболе, ты должен знать, как заканчиваются атаки в любительском футболе, так точно. Поэтому прямо сейчас 6 сочных моментов, а может быть, их даже чуть побольше будет, для того, чтобы ты посмотрел и дал предсказание, как они заканчиваются. В конце у нас для тебя будет приз, если отгадаешь, хотя бы что-нибудь. Ну, ты сжимай, начиная, ну, ты увидишь. Сюрприз-челлендж. Так, ну ладно, я... Так, вот, вот, шаг притает мяч, да. Просто шел перевод, и я... И что-то должно быть дальше. Ты еще не видел, как он принял мяч, чтобы вы понимали. Я думаю, что если эти моменты встали от Никита Гин, то человек просто пропустит мяч. Ну, пропустят, подожди, пропустят это, блин, ну, это... Попытаетесь его принять, и как-то он зайдет либо между, либо просто как-то в поле не отскочит, короче, что-нибудь отходить. Ну, сейчас, сейчас, давай, давай. Так, перевод я снова его вижу. Молодец, считай, это угадает. Ну, хорошо, ладно, да. Человек просто новостей вообще не верил. Ну, он не то, что пропустил, он еще и упал так. Аж сфонтанировал там. Офигенно, да, обзоры почаще сфонтанировали. Я думаю, что если бы у нас этого публиковалось, то это вообще было. А вы, кстати, никогда не делали, типа, рубрики? Потому что этот эпизод можно просто, я не знаю, такие мемосы наделать. Так, дальше. Человеку потом жить с этим ты. Так, и снова перевод какой-то идет. Так, там выходил кипер. Он даже ногой не пытался скрыть, я не знаю. Ну, блин, наверное, кипер навернулся, он в пустые зоны. Я думаю, что-нибудь такое. Потому что ты как профессиональный футбол, нормальный футбол, типа, сильная команда была. Кстати, можно я назад вутнул? Мать, не назад. Сейчас. Я сейчас знаю, как чувак упал. Так идет дико. Ты не забывай, это живой человек. Он, может быть, работает в ментовке, как бы, и ты вообще обсмеял его, а он как бы потом запомнил. Он будет думать. Я не знаю, кто это. Мы подстрекаем, понятное дело. Ты, может, на нас даже не смотришь. Это ты потом будешь. Короче, я думаю, что сейчас два варианта. Либо чувак просто перебросит, но это было бы... Покажи мне момент. Мне даже интересно. О каком моменте идет. Так, это я видел, да, это я тут вся, вся бровочка посмеялась. А, вот, да, нормальная тема. Я думаю, что, ну, блин, переброситься было бы слишком банально. Нет, в этом смысле, что вставлять. Я думаю, что либо Кипер с нападающим столкнется как-нибудь. Либо Кипер просто пропустит, значит, напад либо забьет, либо промажет. Ну, ты понимаешь, такие общие моменты. Ну, хорошо, давай, ладно. Давай, 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 давай. Я сталкиваю такой жесткий, я не буду. Там просто человек по-простому размышлял. О, я же говорю, столкнулся. Ну, столкнулся, да, руками только, об спину. А может, зачем он прыгал теперь? Ну, там как раз таких футболь... О, 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 Аякс. Да, я специально отобрал этот момент. Это один из таких горячих. Ты помнишь этот момент, скажи честно? Да, ты не помнишь, но тогда тем интереснее тебя будет смотреть. Потому что ты действующих лиц еще знаешь, скорее всего. Ты Тему Севастянова знаешь? Да. Вот. И Рому Трофимке. Да, конечно. Ну, вот они оба там сошлись. Вот и посмотрите, что закончилось. Трофимке наиграл в сборную с Севастяном сейчас играет в Уфл в 3 звездочки. Так, ладно, еще раз пересмотрим. Мне даже интересно этот эпизод, который самый интересный сейчас будет. Так, еще раз туда Кипр прыгнул. Так, бросает. Короче, я чуху, что кто-то кому-то сейчас заедет такой, держит, знает Трофима, типа... Ну, короче, в момент просто бросает аут, Севастянова ставит корпус, а Трофим летит вот так. Ну, если он вылетит просто на опережение, выдохнет, будет неинтересно. Значит, они либо столкнулись... Либо? Либо он твинул, типа, Севастянова. Ну, не, а и что в итоге? А, и окончание эпизода, но он видел свою стену в пенальце. Ну, хорошо, да. Теперь посмотри, как это было на самом деле. И конец эпизода угадал правильно, а вот как бы эпизод кончился. Он не задел Тему, чтобы ты просто понимал. Красный, все правильно. Здорово, Трофу убили. Я рад, я доволен. Может, он еще в ту камеру просто порадоваться, так помахать. Трофа здорово, Красный, это вообще просто идеально. Просто... Не надо футбол, да, Красный. Так, это кто? О, кто-то выбежал в такой курточке-то? Не знаю, ну там дальше, типа, там решил оператора побольше оставить. Так, еще раз я хочу посмотреть, там, может быть, понят... Сейчас, черный красный, в общем, секунду. Блин, это непонятно коснулся. Он не задел, не задел. Не задел. Ну, Трофа сканул или... Не, не, они оба сказали. А, ну, я бы тоже за это восхватился. Ну, понятное дело, ты самый первый. Я странно, что ты там еще на соседнем, соседнего поля не выкатился. Ладно, снова так. Штраф мой. Штраф мой. Маленький ребенок. Так, ну, извини, и детские лиги есть в АФЛ. Пром... Ребеночек. Либо промажет по мячу. Ну, такой... Да, лопатоличек. Совсем лопатоличек. У меня сейчас брата пересплелил, например. Ну, вот, примерно, да. Приводи в АФЛ. Либо доска мой-нибудь по лицу. Чуть-чуть. Либо промажет, либо доска. Давай, давай. А, нет, стой. Подожди, ну все уже, ну ты уже сказал. Ты уже сказал. Ты уже сказал. Третий вариант оставляю, который не видит в ЕКО. Да, садились. Три варианта у человека. Он не то, что в это, в что, где, когда бы не смог бы играть. Да, все, все, все. Вот я просто твоей реакции, да, да, типа. Сразу помню. Так. Подкат. Два в одного. Ну, я не знаю, как там можно было. Вот сейчас эпизод просто, там чувак уже убрал на противоходе. Да, отдает пас. Отдает пас, уже убрал на себя. И не протарь, он уже вроде попадает на мальчик. Может быть дальше, я не знаю. Ну, скажи, что там может быть дальше. Да гол забил, ну что, ну ты думаешь, я тебе все такое простое положил. Что везде там с подвохом. Я думал, вадчик очень такое. Да, да, да. Гол, да? Или не гол? Или промахнулся? Ну, покинь, да, все клоунские моменты. Покинь, шесть клоунских моментов. Куда такое годится? Ладно. Ставлю на гол, но за ищу себе. Да, да. Ну, хорошо, все, нажимаю же. Так. Так. Ну, бьет-то поворотом, а голода не случился. Он бьет поворотом, без этого идет пас. Это не пас, я думаю, что он бил. Причем, обрати, как вот человек, который бил по пустым воротам, как он классно разобрался в центре поля, а потом взял такой... И вместо того, чтобы пыровно забить. Мистер благодарен, благородность просто, да. Латция Палермо, видимо. Чувак смещается под леву, ой, скрытая сторона. Короче, здесь я знаю, что будет. Мне, когда я чуху прям... Это момент, как... Крата ловит на человек, наверное, в землю. То есть, вот так, типа, хочешь перебросить хипер и ловит карата, да? Так, подожди, ну да. Я оставлю сразу нажму play. Хочется, чтобы было именно так. Ну, не, ну что это за момент? Не, ну, он попал в штангу. Да, ну, это скулька, я думал, что... Не, а тебе что там, дракон на полях Афелд? Должен летать, ты уж соберись, а? Слушай, тебе что, мутанты там на поле... Мне первый момент, просто пока что лучше вообще. Ну, хорошо, ладно. Вот так, чувак, обыгрывают. Шире. Слишком право момент закончился. Сразу черный град. Просто, чтобы понимать, черный пятый... У них на втором экране есть, ты не объясняю. Там на монтаже сделают. Витя, ты понятно, что футболист. Ну, не знаю. Дайте я еще что-то сделаю, может, я тебе что-нибудь пойму. Какая-то нечестная вообще игра. Так. Убрал. Отдал. Ладно, все, ставка на то, что он упадет. Не должен упасть. Той долг должен. Ну, обязан он же когда-нибудь упасть-то, в самом-то деле. Ты как я на тот долг 2,5 больше ставишь. Еееее. Видите, без четырех вариантов угадал. Молодец. Ну, это тебе потом вырезать, кинуть, ты потом обомкали покажешь, да, ребятам? Он жестко. Ребят, ну, кроме всего прочего, мы надеемся, что никто не обижается. Это как бы все происходит на этих полях. И спасибо большое, что играете. Так, ну, Виктор Блатов угадал больше, чем один. Соответственно, мы ему дарим нашим сюрприз-челленджи. Мы дарим вот такую вещь. Каждый из вас это в детстве получал. Сейчас у вас либо не хватает смелости, либо нету гостей, которые вам это приносят. Но я знаю, что каждый из вас сейчас хотел бы это получить. Звучит как мантра от Кашпировского. Поэтому я дарю это тебе. Держи, потом откроешь, покажешь. Суперсемейка. Конечно, мусители недавно выходили. Поэтому я думаю, что... Вообще, любишь киндер-сюрпризы? Конечно, их не любят. Ты, кстати, похож на парня, который раньше... Да, рекламировал с киндер, да? Да, на киндере, да-да-да. Ну что ж, как в одном известном шоу, Блиц у нас. Ну, без Блиц вопросов мы никуда. Поэтому самый первый вопрос. Это Гулевский или Джерард? Гулевский. Если бы не контракт с Адидасом, что бы ты носил? Я думаю, что все бы носил. То есть у тебя нет... Нет, нет предпочтения. Мультибрендовый. Нет, я на самом деле без шуток сейчас, без рекламы, без своей. Я чаще всего носил Адидас. Но, естественно... Ну, ты на немца похож, на рейд. Но микс был всегда, типа, как и у всех. Самый главный гол в твоей жизни? В финале Танглик. Ты забивал, да? А вообще, опиши ситуацию, что там была за диспозиция. Почему это так важно было? 0-0, мы играли на песчанке, на новом стадионе ЦСКА. И нам запретили там играть в бутсах. Палили газон, натуральный, свежий, офигеннейший газон. Палили. Мягкий? Да. И выпустили в сороконошках. Летали все вообще жесть. 0-0, минуты три до конца. Там уже пеньки наклевываются. И там даже комментарий... Нобеля Рустамян комментировал. Говорит, все, сейчас будут пеньки, походу. Типа, тут сложно забить. Катят под сорок пять. И там метров с десяти, в девять от Креста имя даю. Ну, эмоции, короче, не описать словами, на самом деле. И там еще Рустамян взорвался. И вся команда наша взорвалась, потому что мы шли очень долго к этому. Вы, получается, сыграли на стадионе ЦСКА раньше, чем ЦСКА? Да. Нет, одну игру они сыграли. А, они одну игру сыграли. Если бы ты выбрал одного футболиста из всех существует, кого бы ты взял в ПСВ? Рональдини. Ну, хорошо. Из тех, которые раньше были, да, получали? А из тех, которые играют сейчас? Блин, сложный вопрос. Да месяц я взял бы. Банально. Банально? Мне интересно просто поиграть. А вот твоего типажа тебе какие игроки нравятся? Из нынешних? Ну, из нынешних, да. Ну, и из прошлых. Может быть, кто в детстве нравился, он уже закончил. Кто в детстве нравился, это Берком. Ну, это, как бы, блин, не мое особо детство. Это мягко сказано. Но я столько пересматривал. Ну, это как я Кройфа люблю, да. То есть, не жил никогда. Пересматривал то, что именно моего типажа... Мол, просто потрясающий вообще жесть. То есть, я не ожидал, что можно с такой пластикой вообще, с таким ростом, а бы не с такой пластикой. Я пытаюсь именно подражать. Ну, не то, что подражать. Пытаюсь обрести тот же уровень пластики, техники, уровня мышления, что и он. Хорошо. Завершая передачу, последний вопрос. Он может быть слишком пространственный, может быть, слишком неконкретный. Кем себя видишь ты через год? Сейчас вот такой момент в твоей жизни. Ты там молодой парень еще, ты в перепутье, там, заканчиваешь университет. Вот кем ты видишь, как ты видишь свое предназначение во всей жизни? Что бы ты хотел? Потому что многие спрашивают, что бы ты сказал Путину, а что Путину говорить? От него твоя жизнь не поменяется. Вот, а вот ты бы, что, вот, кем ты себя видишь? Блин, сложный вопрос, сложный вопрос. Ну, пока я занимаюсь, вот, как видишь, как видите, я не знаю, инстаграмом, ютюбом, социальными сетями. И стараюсь это совмещать все с хорошим уровнем футбола, именно по максимуму, там, самый высокий уровень, чтобы убрать LFL и так далее. АFL, рекламу небольшую дадим, чтобы точно было. Да, Диана, шоу-то не АFL, шоу называется, не догадаюсь, но. Во всяком случае, точнее. Молодец. Ну, я думаю, я через год, по идее, закончу универ, по идее, если, конечно, не отчислят. По идее, буду уже развиваться в плане инстаграма и ютюба, и назвать себя блогером, и никогда в жизни не повернется язык, но, как мне приписали уже, это как-то так вышло само по себе. И то, что у меня есть там ютюб-канал и так далее, это соответствует этому званию, так сказать. Ну, я думаю, пока блогером, потому что до работы определенной я не обрету, скорее всего, на этот момент сразу же. То есть, я уже закончу университет, сто пудово не найду работу. Ну, пока так, что будет дальше, какой мой основной заработок будет, я не знаю. Ну, что ж, друзья, на этом наш выпуск заканчивается, я благодарю своего гостя, Витя, спасибо большое тебе за то, что пришел. С вами мы прощаемся, до следующих выпусков смотрите АФЛ-шоу, обязательно реагируйте любыми доступными для социальных сетей методами на это видео, и мы это обязательно оценим и выйдем в свой эфир обязательно еще и еще и еще раз. До свидания. Смотри, короче, история вот такая, короче, я сказал, что сюрприз, ты, кстати, знаешь, чем блогеры, типа, очень много зарабатывают денег, они делают андпакинг. Ну, короче, мы сделали сейчас андпакинг на эти сюрпризы, и просто мне жалко, я дал 70 рублей за это, если я не пойму шоколаду с этой темой. Хорошо, давай, 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 вообще, у тебя были какие-то любимые лего, ой, не лего, а, ледь? Био, био. Ты можешь быстрее, ты знаешь, как шоколаду хочешь? И оператора оставить не буду. Хорошо. Мы же здесь не одни. И владельцы судьи. Короче, киндер-то не толкнусь. Так, на, держи. Ну, давай, я половинку возьму. Вот, стой, стой, стой. Вот, на, нижнюю. На. Тебе нижнюю. Тебе нижнюю, правильно. На, держи, макс. Кушай, кушай, никого не слушай. На, игрушку тоже тебе. Нет, ты открывай, ты же у нас блогеры. Ладно. О, там еще собирать надо. О, это серьезно. О, это этот самый быстрый чувачок. Типа, намекает, что какой я быстрый на поле, понял, да? Да. Продолжение следует...